В соответствии со статьей 19 Конституции Российской Федерации, мужчины и женщины имеют равные права и возможности для их реализации. На деле всё обстоит не так. Список профессий, в которых запрещено использовать женский труд, представляет собой перечень из 456 пунктов. Женщинам в том числе запрещено корчевать пни, освежевывать животных и изготавливать ядовитые вещества. Но, несмотря на эти и другие весьма разумные запреты, некоторые девушки упорно стремятся выбрать профессии, которые традиционно считаются мужскими. Если вы считаете, что водить большегрузные автомобили или среднемагистральные самолёты – это удел исключительно мужчин, вы жестоко ошибаетесь. Татьяна Самопальникова уже 25 лет водит большегрузные машины по российским дорогам. Мария Уваровская давно освоилась в кресле командира воздушного судна. А Наталья Забелина больше 10 лет кует клинки из дамасской стали. Милые, хрупкие женщины, заботливые мамы и любящие жёны дома. И водители, пилоты, кузнецы и трубочисты на работе. Что определяет их выбор? Что в итоге получают воинственно настроенные амазонки? Наедине со всеми – не женское дело. АПЛОДИСМЕНТЫ И я рада представить всем вам нашу первую героиню Татьяну Самопальникову – водитель-дальнобойщик. Даже в русском языке нет слова «дальнобойщица». Или про вас так говорят? Ну, теперь уже есть. Мы его внедрили. Ну, вы знаете, у вас ведь невероятная история. У вас такая какая-то семейная традиция. Значит, все женщины в вашей семье занимались, по сути, неженским делом. Бабушка водила грузовик. Мама водила трактор. Что вас заставило? Вы же даже ведь в армии успели поработать водителем КАМАЗа. Что вас в этих машинах так сильно привлекает, что вы, значит, удержаться не можете и выбираете такую работу? Я выросла среди них, среди этих машин. У меня отец-дальнобойщик. И ранее с рейса приходят водители. В советские времена автомобиль ставится дома. То есть вы его знали как дом родной? Ну, тогда не КАМАЗа. Папа на КАМАЗах не работал. МАЗы, Уралы. Ну, в общем, большие машины были для вас таким вот... Родным домом. Чем-то родным. Да. Ну, вот надо ведь себе представить, я думаю, и нашим телезрителям особенно, что такое дальнобойщик в Сибири. Это же вот у нас и в Центральной области люди жалуются на плохие дороги. А в Сибири-то, мне кажется, там трасса так... Есть, конечно, участки, которые просто мы называем Дорогой Смерти, Туртас. Вот там вот всегда разбитые дороги, но вот в этом году я ездила, уже подремонтировано и очень хорошо подремонтировано. И поэтому вот... Таня, а вот если в дороге случится какая-то поломка, так вот я вам скажу, я автомобилист, поменять колесо у своей машины я не могу. А она легковая у меня, Таня. Вы можете поменять? Колесо, да. Женщина-блондинка роскошная, значит, стоит себе и вот это вот хрясь-хрясь, колесо откатило, а мимо мужики... Вы знаете, в этом году я не пустила мужчину под свою машину. Почему? Потому что это было очень опасно. У меня лопнуло переднее правое колесо на мазу. И просто действительно груженая машина с перегрузом. Вот, и просто-напросто я его не пустила под машину. Говорите, нет, слушай, не лезь, это давай лучше я сама. Да, ну зато мы пообщались. Дело опасное, как говорится, не мужское. Да? Ну, нет. Скорее всего, я понимаю, что вы джентльмен, и вам хочется мне помочь, но мне самой хочется поработать. Видите, как я поправилась? Небольшой фитнес. Залезу-ка я под свою машину и покручу-ка я там гайки. Ну вот, смотрите, вы женщина, а дороги, трассы у нас не все хорошо оборудованы на предмет. Вот где-то же надо поесть. Когда в машине, когда в кафе. Вечером в машине газовая плитка, чайник, все как положено. А вот обычно дальнобойщики, они же ездят парой, правильно? Всегда есть какой-то напарник, он устал в дороге, прилег поспать, там кроватка такая симпатичная наверху есть. У меня были напарники, для некоторых случаев у меня погибли напарники, я после этого долгое время не работала ни с кем в паре, и только вот с мужчиной, с которым прожила 4 года, вот мы с ним в паре ездили, да. Но мы работали на большой машине, и вот на дальние рейсы, Владивосток, Питер, и в принципе, да, удобно. Но там выкладывались по полной, там нужна была скорость, движение, приходилось спать на ходу, буквально вот ложишься в спальник с звездочкой, потому что там скальная оборота, щебенка дорога. А что звездочка? Звездочкой ложишься? Да, чтобы не упасть с него. С руками, ногами упираешься, и так вот немножко спишь. Да, поэтому за рулем ты сидишь до изнеможения, чтобы просто упасть и отключиться, чтобы тебя просто вот, ну, вообще, труп. А верно ли, что вы машину водите босиком? Иногда в носочках. А чего так? Ну, потому что у меня педали всегда чистые, это дальнобой все-таки, он, это мой дом. Там должна быть чистота, порядок. Ой, у вас, то есть, как у женщины, так, наверное, там муха поскользнется в вашей кабине. Не только у меня. Основная часть дальнобойщиков, они все опрятные. А как насчет красоты? Сейчас кемпингов достаточно, я предпочитаю русские бани. Я уже знаю стояночки, где опрятные чистые баньки, постараюсь пойти до мужчин, чтобы им не мешать потом. Ну, потому что они идут гурьбой обычно. А вы одна, Денешенька? Грустно. Очень. Ужасно. И даже подружки никакой дальнобойщицы нет, с которой вместе есть? Есть. То есть вы не одна такая на сибирских татрасах? Есть женщины в русских селениях? Есть. Не коня на скаку, а теперь уже КамАЗ она на ходу остановит. А вы понимаете, в моем представлении вождение таких огромных машин, оно как-то не располагает к тому, чтобы какую-то красивую кофточку надеть там. Почему? Ерунда? Вы не поверите, я когда в армии служила водителем-инструктором, я просто медиа-юбочка, шпильки 12 сантиметров и вперед. И солдатики штабелями. Не только они. И офицерский состав тоже, вслед за ним. Вы бы видели глаза офицерских жен. Могу себе вообразить. Так что, значит, все-таки одеваетесь красиво в машину? К себе, в свой дом? Да. А у вас там, может, и гардеробчик какой есть? Обязательно. Шкафчик небольшой. Шкафчик за спиной. Бывает такое, проснетесь с утра и думаете, сейчас вот эту футболочку надену. Юля, мне только снится вот такое. Вы знаете, вот так прямо вот... Там не раскинешься так, да? Не то, что... Нет. Не в этом суть. Суть в том, что просто просыпаешься и думаешь, ой, скорее бы позавтракать за руль. А еще ведь надо умыться, еще надо одеться, одежду готовлюсь вечером. Она с вечера у меня уже расправлена на соседней пассажирской. А что такое, за рульки скорее, чтобы скорее пригнать машину в точку назначения или просто любить ехать? Кайф. Кайф? Кайф. Ух-ух! Слушайте, а легковую машину вы водите? Да. А бывало такое, что там, например, вы с какой-нибудь незнакомой компанией, там, мужик говорит, давай я уж поведу, а вы там раз вираж, два вираж. Нет. Не шикуете? Не любите поражить воображение? Я люблю технику. У меня был случай, я подвозила Назаралеева когда-то, такая снежная няша была на дороге, такие коллеги. Няша? Няша. А что такое няша? Ну, это наш жаргон водительской книжки. Говорите, говорит, расскажите, что такое няша-то? Ну, смесь снега с водой, с грязью. А, слякоть у нас это называется, а у вас няша. Ну, глубокая. Глубокая. Тогда няша, тогда я не спорю. Колесо Жигулет тонуло, грубо говоря. Вот я как раз подъезжаю, подвожу его в гостиницу, а вот говорит, давай вот пятачок нарежь. На него посмотрела, я говорю, да, сейчас я пятачок нарежу, покажу свое искусство, мастерство, вы пойдете отдыхать. А у меня вырвет шаровый, и я буду стоять здесь. Он на меня посмотрел, протянул руку, говорит, вот теперь я понимаю, что вы водитель. А вот вы ведь начали ездить в рейсе с начала 90-х годов, когда на дорогах было достаточно опасно. Вот все-таки как-то и рэкет был, я думаю, что и до сих пор, может, иногда там нет-нет, да и прогляни. Ну, бандитизм какой-то, в общем, там водители-дальнобойщики, это достаточно опасная профессия такая. Меня Господь миловал. Вы знаете, все-таки женщина за рулем, она не просто так туда села. У меня доказал, я раньше вот это предполагала, что почему ко мне не лезут, уезжают, не подходят или подходят, просто общаются, уходят, уезжают. Почему? Я предполагала, а потом был случай, когда я шла на Москву, груженная водкой под завязку. И меня, грубо говоря, пасли. Пасли за Екатеринбургом, сели на хвост и так длительно сопровождали. Я заметила этот хвостик, потому что притормаживала, ускорялась и понимала, что это мой хвост. У меня вот такое пошло вот остервенение, честно скажу. То есть вы не испугались, а остервенили? Да. Так. И когда я заехала на заправочку, просто мне надо было заправить оба бака, у меня была на руках наличность. Я открыла обе двери, протянула шланг через всю кабину, они встали на параллельные колоночки. Я оставила шланг в бак и пошла на заправку. Прямо перед ними встала, отсчитала нужную сумму, оставшуюся положила в сумочку. Прохожу мимо, мимо слышу фразу, а вы не боитесь? Я так посмотрела, говорю, у вас что ли? И пошла дальше. Сходила, рассчиталась, возвращаюсь обратно, прохожу мимо. Они так выстрелились, команда. Так. И один, который покрупнее, прямо так сказал, говорит, не бойтесь, мы сами вас боимся. Потому что если женщина отважилась на такую профессию, если она пошла работать по такой профессии, значит, все-таки женщина способна на большее, чем мужчина. То есть вы не боитесь, когда вы ходите в рейсы, по большому счету, вы ничего не боитесь? Нет. Ну, удается. Далее. Наедине со всеми. Бывало такое, что ваши заказчики удивлялись, так сказать, обнаруживая, что вот, значит, у нас тут есть кузнец. А вот зовут Наташа. Несколько их коллекционеров я даже привозила к себе, чтобы они убедились в том, что я действительно делаю это все сама. Даже служба в армии не помешала ей оставаться женщиной. Вы не поверите, я когда в армии служила водителем-инструктором, я просто меди-юбочка, шпильки 12 сантиметров и вперед. Ее не испугало то, что за ней вели охоту. Был случай, когда я шла на Москву, груженная водкой под завязку, и меня, грубо говоря, пасли. Я заметила этот хвостик, потому что притормаживала, ускорялась и понимала, что это мой хвост. Мужчины Татьяну к дороге не ревнуют. Мне мужчины мои всегда верили, и они не ошибались. Водитель Татьяна Самопальникова. А почему у вас на машине есть табличка «Таня Тюмень 72»? Это буквально было 2007 год. Я после инвалидности, после травмы вышла на работу. Мне дали сразу новую машину, и там приезжали, рекламщиками называем, они приезжали обклеивать автомобиль. Когда обклеивали автомобиль, ну, в общем, подарили мне эту табличку. И чтобы знали, какая Таня, нас много Тань. На дорогах России, так? Да. Поэтому Таня Тюмень. Я слышала только о трёх Танях в Питере. Ага. Вот представьте, ну, поэтому подписалась, что я тюменская всё-таки. Не я подписалась, мне подписали. А вас так не называют теперь, не говорят? Тань, Тюмень, привет. Говорят. Говорят? А вам это приятно? Или это, так сказать, может быть, там... Привет. Не, ну, я не Таня Тюмень, я просто Таня. Нет? Мне даже, когда коллеги звонят, так давно не виделись, желают узнать, в каком краю, я просто звонят и говорят, Таня Тюмень, 72. Первая фраза. Здравствуй. А почему 72? Потому что это регион Тюмень, да? Да. Ясно. А как вы думаете, вот такие опасности, которые вам, ну, на трассе приходится с которыми сталкиваться, самые разнообразные, от аварий до, вот, так сказать, не знаю, бандитов, они вот как-то, каким-то образом повлияли на ваш характер, разменили вас? Да. Наверное, просто нехорошо так говорить, но мужаю. То есть слабая женщина, и вас не назовёшь? Закаляюсь. Ну, вообще, тяжёлая физическая работа всегда считала, что она не была предназначена для женщин, но нам ли всем не знать, что выражение «слабый пол» становится часто чисто номинальным. И наш следующий сюжет о такой женщине. Поднять кувалду весом в 12 килограммов. Работать возле открытого огня, постоянно обжигаясь летящими искрами. 12 лет она делает не цветочки из кованного железа. Из-под её рук выходят клинки, заточки, лезвие. Я делаю клинки не такие, как все, я делаю заточки не такие, как все, я представляю изделия не так, как все. То есть для меня нож – это не нож, это произведение искусства, это другое, это картинка, это красиво. Наталья Забелина никогда не скрывала, кем она работает. Всегда с гордостью представлялась – я кузнец. Ей всё равно, что про неё подумают люди. Закаляя сталь, она закалила и себя. Очень многие ведь трусы люди. Они напрямую мало кто скажет. Только с пьяным может кто-то сказать, ты там и своим делом занимаешься, и что такое. Но я на таких не обращаю внимания. Принести кокс, разобрать гором, поколоть кокс, протянуть железную деталь. При такой работе забываешь, что ты от рождения принцесса. В горне может попасть камешек, отлететь глаз, попасть от молота, может отлететь железка, пробить что-нибудь, если неправильно держишь в клещах. Или когда люди пользуются бурой, специальный такой порошочек, он нагревается очень сильно, и при первом же ударе он как салют. То есть и прожигает всю одежду, кожу, все на свете. То есть надо быть готовым к этим вещам. Температура в печи в среднем 2000 градусов. От раскалённого изделия под ударами молота вылетают мелкие кусочки окалины. Очень часто они попадают в глаза. Очки и головной убор не для красоты, а для защиты. Наташа Забелина сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Наташа. Рад вас здесь у нас приветствовать. Вот хочу к вам обратиться тоже с вопросом, на котором мы остановились. Как вам кажется, а ваша профессия накладывает на вас какой-то отпечаток? Моя профессия научила, во-первых, разбираться в людях, во-вторых, слушать свой внутренний голос и видеть красоту ту, которую я раньше не замечала. А то, что она такая тяжёлая, физически тяжёлая, вот это вас не останавливало? Знаете, у нас женщины-дворники, которые метло и там снег убирают зимой, да, они намного физически больше работают, чем я. Ну, так уж, если честно разобраться. Но молот-то тяжёлый? Сейчас-то уже нет, потому что это в самом начале был тяжёлый, когда он весил там 12 килограмм, когда не было пневмо-молота. А когда пневмо-молот, вот... Всё стало гораздо легче, и можно оставаться женщиной. И что он там стучит и стучит, а я такой рада... Знаете, когда вы делаете свою профессию с большой своей любовью, то вы не будете ощущать физических каких-то... Это же как вам в голову пришла такая профессия? Да кто ж её знает-то. Просто вот случайно получилось, и всё. Просто повезло. Просто повезло, да. Просто до этого я занималась спортом, и уже физическая подготовка была какая-то. А затем судьба вот свела с Валерой Коптьевым, и я попала в эту профессию. Просто делать дамаск и делать художественную ковку, это вообще две разных ветви. Вот если бы я делала художественную ковку, то тогда перед вами сидела такая бы мощная женщина, большая такая. А здесь ты творишь душой. То есть всё, что есть внутри, это всё вкладываешь в свои изделия. А бывало такое, что ваши заказчики удивлялись, так сказать, обнаруживая, что вот, значит, у нас тут есть кузнец. Вот зовут Наташа. Вот это вот бывало такое, как Наташа? Подождите. Ну, в самом начале, конечно, это вот 95, 96, 97 год. Очень долгое время не верили, что я занимаюсь этой профессией, потому что моя комплекция сбивает с... С толку. С толку, да. И не верили, что я могу целиком от и до, то есть весь процесс это сделать. И нескольких коллекционеров я даже привозила к себе, чтобы они убедились в том, что я действительно делаю это всё сама. То есть на их глазах. То есть что я – это я. Да, не надо мне приписывать никаких там мужчин, которые делают за меня эту профессию, эту работу, а я вот просто вам показываю красивую картинку. А я такой имидж-лицо такое, да, собственно, к работе. Там же самое главное и техника, и всё. На самом деле физически, ну, трудно может быть, но не для меня, не знаю. А у вас есть семья? У меня сын. Сын? Да. Кузнец? Не-не-не, он как-то ближе к театру. А он к театру? Он попробовал, у него как бы ручки растут откуда-откуда надо, но он ленив к этому делу. Не его, совсем не его. Тут нужен характер. Тут нужно вообще понять, для чего ты этим занимаешься. А сколько лет-то сыну? 14. 14. А подмастерье неужели не нужно? Не сказали вы ему, значит так, сынок, знаешь, тут не выбирают. Маме нужно помогать. Ну, когда ему было лет, наверное, 11-12, вот, я ему сказала, знаешь, сына, хочешь на телефон денег, иди работай. Он мне кокс там перетаскивал потихонечку. То есть к физическому труду-то я его приучила. Угу. Но если у него душа не лежит, это не падёт. А он вами гордится? Может сказать так где-нибудь? Ну, ты вообще со мной так, мол, грубо-то не разговаривай. У меня мама, если что, ножи делает. Не, я ему сказала, мной не прикрывайся никогда. И твои проблемы решай сам. То есть, как бы, ну, я думаю, гордится. Мне так кажется. Хоть какие-то мужские качества, как вам кажется, вы приобрели или нет? Или вы этого не различаете? Вообще не различаю. То есть, вот, когда задают вопрос, ну, просто у людей уже в привычку вошло, что вот это вот женская профессия, да, вот, то, что мы отобрали у мужчин, уж извините, это мужская типа профессия, а она женской не может быть. Угу. Может, если тебе она понравилась. Почему она не может быть женской? Более того, женщины, которые выбрали, ну, а-ля мужскую профессию, да, они сделают её лучше, потому что они подходят профессиональнее, потому что они к этим вещам подходят, к этой профессии подходят, во-первых, доказывая, доказывая окружению, что это возможно сделать. Во-вторых, мне нравится, я это сделаю, в-третьих, я сделаю лучше, потому что у меня другой взгляд на эту профессию. А ваш муж, он как относился к этой профессии? Мой бывший муж, это бывший кузнец. А. Но так как у меня пошёл рост и понимание, и осознавание, для чего я этим занимаюсь, он стал немножко гаснуть, и, соответственно, стал меня вышибать в сторону. То есть не твоё это дело. То есть начал потихоньку уводить из этой профессии. То есть фактически профессия разрушила ваш брак? Нет, наши характеры, а профессия тут ни при чём. Ну, вообще, знаете, что, интересное дело, это уж я так в продолжении общего нашего с вами разговора, женщины очень много чего отобрали у мужчин. Ну, а что делать-то? Вот когда-то мужчины вязали, это они придумали. Когда-то мужчины для украшения себя придумали парики. Когда-то мужчины для того, чтобы быть привлекательней, придумали каблуки. У кого это всё сейчас? Далее, наедине со всеми. Вы ухитрились, значит, при такой загруженной рабочей жизни шесть раз быть замужем. Ес! Больше. Больше? У меня были гражданские браки. Ес! Профессия кузнеца научила её видеть скрытое от посторонних глаз. Моя профессия научила, во-первых, разбираться в людях, во-вторых, слушать свой внутренний голос и видеть красоту ту, которую я раньше не замечала. Наталья приучила сына к труду, но маминому ремеслу он предпочёл театральное искусство. Я ему сказала, знаешь, сын, хочешь на телефон денег, иди работай. Он мне кокс там перетаскивал потихонечку. То есть к физическому труду-то я его приучила. Но если у него душа не лежит, это не падёт. Наталья знает, даже самая мужская профессия может стать женской. У людей уже в привычку вошло, что вот это вот женская профессия, да, вот то, что мы отобрали у мужчин, уж извините, это мужская типа профессия, а она женской не может быть. Может, если тебе она понравилась. Кузнец Наталья Забелина. Танечка, скажите, пожалуйста, а вот, собственно говоря, ваши дети, у вас их? Трое. Трое. Девочка, мальчик и девочка. А сколько лет? Тридцать. Трое детей у неё уже. Так. Сыну двадцать, у него тоже трое детей. Так. И дочери шестнадцать. Шестнадцать. Кто-нибудь из них не захотел продолжить династию и пойти в дальнобой? Нет. А что так? Отсутствие мамы в доме. Ага, значит, всё-таки некоторые ограничения профессия накладывает. Да. Мамы дома нету, и это всё-таки не совсем как-то по-женски получается. Да, и с тем не хватало полной семьи. Тем не менее, вы ухитрились, значит, при такой загруженной рабочей жизни шесть раз быть замужем. Ес! Больше. Больше? У меня были гражданские браки. Ес! Я так понимаю, что даже если больше, чем шесть раз замужем вы были, браки-то, значит, не удерживались? Это из-за меня. Из-за вас, из-за вашей работы? Характера. Я, если люблю, я люблю всей душой. Мужчины начинают пользоваться этим. Тем, что вы так вот любите? Да. И садятся на шею? Выжигают чувства. Вы выгоняли? Или от вас уходили? Когда была инициатором, я это уже просто негатив перекрывал все положительные. Но бывало так, что инициатором были и мужчины? Да, я брошинкой тоже была. Мужчины просто не выдерживали. Не говорили они вам, мол, Танюш, сядь в дом Христораде, испеки пирогов, куда ты в рейс? С мужиками, вот это вот всё, ты в караване идёшь. Что там у вас на стоянках происходит, мы не знаем. Мне мужчины мои всегда верили. И они не ошибались. И никто вас вообще никогда не упреждал, не говорил, Таня, а мужичишься? Не ходи сюда. Вот это со мной и произошло, прежде чем я ушла на дальнобой. Так. Когда я получила КАМАЗ, когда я его ремонтировала с участием топливщика, когда я познала всю топливную аппаратуру и готовилась на линию, на следующий день парковала КАМАЗ, это была пятница. Ну, пятница у водителей обычно расслабляющий день. Так, а вы как расслабляетесь? Как мужчины, я просто знаю, как расслабляетесь. В Сибири особенно. А как вы? Юля, вы имеете в виду, когда я в рейсе нахожусь или когда я нахожусь дома? Когда выходной, вы говорите, выходной можно расслабиться. Как расслабляетесь? Природа. Природа. Что делаете на природе? Шашлык жарите? Да. На речку ездим, на рыбалку ездим. А выпить любите? Выпить? Понятие растяжимое. Смотря что, если вкусно, то с удовольствием. Значит, я пыталась сейчас вот на протяжении всего разговора понять, как профессия влияет на это уже. Значит, более женского разговора в моей жизни не было. Так прям обтекаемо на каждый вопрос. А сейчас, Тань, вы замужем? Гражданский праг. Два года. Стажа. Так. Дальше поживем, увидим. АПЛОДИСМЕНТЫ Этот муж дальнобойщик? Да. Как влюбились-то? На стояночке? В СМС-ку влюбилась. На стоянке он просто сделал круче. У меня перегорела лампочка. Люстра. Мне надо было купить лампочку. Мы на стояночке боковой остановились. Мы познакомились уже по дороге как раз к этой стояночке. Он быстренько перешел дорогу, сходил в автомагазин, скупил все лампочки. Собрал их в целлофановый пакетик, завязал и потырил букет. Букет из лампочек? АПЛОДИСМЕНТЫ Вот она, романтика дальнобойщиков. Мы с ним побеседовали. Просто поговорили о жизненных ситуациях, о том, о сём, о по всём. Ну, просто такая непринуждённая беседа, попили чаю. А утром, когда я проснулась, я прочитала СМС. Как дела, родная? АПЛОДИСМЕНТЫ Сердце ваше женское. Бах! И всё наладилось. Таня, если бы вам снова сейчас 25 лет, и вам бы пришлось вдруг выбирать профессию заново, и был бы вот весь спектр, все возможности, и вы можете заняться чем угодно, пойдёте дальнобойщики? Безусловно. Листящий! Таня, спасибо вам большое. А теперь я приглашаю ещё одну нашу героиню. В первый раз за штурвал самолёта она села в 17 лет. Закончив архитектурный институт, все заработанные деньги она тратила на полёты на учебных самолётах. Снисходительные взгляды от опытных пилотов-мужчин – вот и всё, что она получила на первом собеседовании в авиакомпании. Плохая погода, ночные перелёты, турбулентность – ничего не пугает Мария. Единственное послабление – возможность выбирать дальность полётов, чтобы не оставлять надолго маленькую дочку. Сейчас она командир воздушного судна. И те пилоты, которые поначалу смотрели на неё свысока, теперь беспрекословно выполняют её приказы. Дорогие друзья, я рада представить вам нашу следующую героиню, командира воздушного судна Мария Уваровская. Вот, у нас в гостях. Спасибо. Маша, вы знаете, я достаточно много летаю на самолётах, потому что у меня бывают гастроли. Никогда в жизни я не слышала, чтобы в самолёте было приветствие. Добрый день, вечер, уважаемые пассажиры, вас приветствует командир корабля, и чтобы это говорил женский голос. Мало вас таких? В аэрофлоте три командира женщины. А впервые за штурвал самолёта вы сели, когда вам было 17 лет, вот по моей информации. А как вам вообще пришла в голову такая мысль? Это, собственно, такая, знаете, мальчишеская мечта. Вот просто самое, что ни на есть. Буду-ка, кем ты будешь, мальчик? Пилотом. Мечты с детства не было. То есть именно вот в 17 лет я решила просто посмотреть, что это такое. И, к счастью, был рядом аэроклуб. Можно ещё сказать, что у меня старший брат занимался в этом аэроклубе. И, собственно говоря, я решила просто попробовать. Компания у них там собралась очень интересная. Вот. И я думала, что, может быть, год я этим прозанимаюсь. Ну, так перед институтом как раз год у меня был. Под настроение? Да. Но, собственно говоря, затянуло очень сильно. Небо. Вот это вот ощущение полёта. Да. Когда вы увлеклись небом, то, в общем-то, вы очень красивая женщина. Спасибо. Изящная, хрупкая. Мне бы казалось, что нужно было бы тогда подумать. Да, спасибо. Самолёты, небо. Пойду в бортпроводницы. Буду стоять такая красивая, в форме. И говорить, ну, добрый день, проходите, пожалуйста. Что будете? Сок, чай, кофе. А вы в кабину. Минуя, да, этот этап? Да, минуя этот прелестный этап. Красивый. В детстве действительно, Юля, как вы говорите, у меня были такие вот... Ну, это красиво, это женственно, это очень... Очаровательно. Это очень стюардесса. Летайте самолётами. Да, это всё мне тоже было присуще в детском возрасте. Так. Вот, ну, понимаете, страсть к небу, она появилась. И сейчас, я думаю, что, знаете, несмотря на то, что у нас так называемые мужские, да, как мы и говорим, профессии, в них мы наиболее женственны, да, на контрасте вот на этом. Угу. Нас хотят увидеть женское. Поэтому я считаю, что профессии совершенно не проигрывают. А как вот коллеги относятся? Коллеги-то мужчины. С высока? Ну, как они могут на командира смотреть с высока? Ну, теперь ты уже, да, когда на командир на вас с высока не посмотришь. А работа командира воздушного судна, причём пассажирского, это же всё-таки такая невероятная ответственность, мне кажется. Это необходимость принимать серьёзные решения в очень такие сжатые сроки. Ваша работа повлияла на, не знаю, на способ вашего мышления? Вот он стал более, может быть, мужским, собранным? Конечно. Ну, скажем так, умение быстро принимать решения и правильно, и отвечать за них. То есть это всё, собственно, присуще, и я думаю, что и даже в жизни это тоже проявляется. Вот. Вот я хотела продолжить. Командир корабля, а командирские нотки. Есть ли у вас в общении жизни с окружающими вас людьми? Только в качестве принятия каких-то решений стратегических, я думаю. Ну, то есть, например, кому и что вы можете сказать с командирскими нотками? Командирскими? Я думаю, что за пределами самолёта я, наверное, вряд ли пользуюсь этим статусом. А как это проконтролировать? Вот тут я командир корабля, тут я такая вся из себя суровая и жёсткая, а вышла за пределы, стала кошечка милая и прелестная. Знаете, мне кажется, что происходит некоторая всё-таки вот метаморфоза, да, какое-то переоплощение. Просто у меня один раз был случай, после которого я вот задумалась над тем, что это действительно так. Я ехала с работы, у меня был какой-то очень такой сложный рейс, и мне позвонила подруга, прям вот как-то вклинилась и рассказывала какую-то свою личную историю, очень печальную, что-то там у неё стряслось опять. Я её слушаю и про себя понимаю, вот о чём ты говоришь? Мы сейчас садились в таких сложных условиях. У нас всё было очень серьёзно. Как может какая-то личная драма вообще, что-то вообще ничто по сравнению с тем, что мы спрятали. Что за ерунда? И по мере того, как я приближаюсь к дому, я адаптируюсь и думаю, да, действительно, мне её как-то вот действительно жалко, и она бедненькая, мужчины все сволочи. То есть происходит, я думаю, какая-то, ну всё-таки перестроение, мне кажется. Дома я другая. А бывали такие случаи, что пассажиры вас видели после полёта? Ну так вот у меня бывало, что я выхожу из самолёта, а вот командир тоже выходит в этот момент из своей кабины. И ему иногда говорят, ой, спасибо вам большое, вы так у нас вот замечательно, там, не знаю, приземлили, так мягкая такая посадка была. Или говорят вам, что, ой, надо же, я так удивилась, что женщина вообще командир корабля. Очень много эмоций пассажиров. Да? Я крайне редко общаюсь, но когда это происходит, конечно, и первое, и второе, да, то есть и удивление, и благодарность, всё это вместе. Кто-то говорит, вы знаете, мне было наоборот спокойнее, что вот вы женщина. Да. Очень много идёт реакции от женщин. А, то есть женщина. Они говорят, наконец-то, наконец-то, женщина, и здесь тоже мы спокойны. Мы ведём порядок. Да. А вот когда летит экипаж, вот сидит второй пилот, вот сидит командир корабля, вас двое в кабине. Да. Иногда вы видитесь впервые. Да. Иногда там второй, третий раз. Вот мужчина сидит, вот, значит, женщина. О чём поговорить? Дорога длинная. Что обсудить с вами? Футбольный матч, как говорится, мимо вас, а ему ваши красивые туфли, которые вы видели в витрине, абсолютно неинтересны. Когда я была вторым пилотом, я, так, знаете, знала и хоккеистов, и футболистов, даже марки машин. Да. Ну, я думаю, почему бы моим вторым пилотам не знать о туфлях, например. Да. То есть теперь, когда вы в командирском положении, да, то есть вы немножечко, так сказать, отрываетесь на своих... Ну, не то чтобы отрываюсь, но, собственно говоря, уже тема как-то находится, и я смотрю, что им интересно, собственно говоря. Ну, какие-то нейтральные моменты, может быть, в принципе, то, что происходит в авиакомпании, опять же, мы можем о чём-то поговорить. Далее, наедине со всеми. С вами когда-нибудь знакомились мужчины, так сказать, не знаю, где-нибудь на курорте? Легко ли вы признаётесь, что вы командир корабля? В общем-то, давно уже, конечно, я не отдыхала на курорте, с тех пор, как работаю командиром корабля. Вот, но, вы знаете, это всегда интерес. Работа пилотом не оставляет времени на бытовые проблемы. Какие-то вопросы быта, всё это, да, родители, большое им за это спасибо, потому что они обеспечивают майталы. Профессия гарантирует ей успех у мужчин. Это всегда интерес. То есть это обеспечено, и потом уже в процессе диалога уже там, ну, собственно говоря, есть о чём поговорить. Залог успеха женщины в мужской профессии прост. Любовь к своему делу прежде всего. И она уже стирает, конечно, любые трудности. Пилот Мария Уваровская. А как вы думаете, может такое случиться, чтобы женщинам когда-нибудь запретят вообще становиться пилотами и командирами корабля? Запрещать нужно было раньше. Теперь уже поздно. Да, сейчас уже всё-таки. А вот не скажите. Есть у нас перечень запрещенного для женщин профессии. Вы вообще знаете об этом? Даже не могу представить, какие. Четыреста пятьдесят шесть пунктов. Ух ты! Запрещено корчевать пни, например. Не хотите? Запрещено работать на вредных производствах. То есть у вас захотелось. А вот мне кажется, что женщины это дразнит. Когда им что-то запрещают, они говорят, так, это почему? Ну-ка я пойду докажу, что я это умею. Мне кажется, есть такое. Не хуже получается. Такая конкуренция. Запрещено работать на вредных производствах. Но вот почему я спросила вас, может ли такое быть, что запретят быть пилотами и командирами кораблей? Потому что когда-то женщинам было не запрещено работать машинистами в метрополитене. А теперь эта профессия вошла вот в этот перечень из четыреста пятьдесят шести профессий, которые запрещены для женщин. Причин этого я сказать вам точно не могу. Но с последней женщиной-машинистом в метрополитене мы поговорили. Давайте ее послушаем. Раньше женщины водили поезда метро наравне с мужчинами. И довольно легко выдерживали восьмичасовые смены под землей. Здесь самое золотое правило не спать за контроллером. И все будет хорошо. Но когда ночью очень спать хочется, естественно, начинает планиц сон. А это самое золотое правило не спать. Тогда все будет нормально. Наталье Корниенко было всего 17 лет, когда она пришла работать в депо московского метрополитена. Я нигде не училась. В то время, как я сюда пришла, уже не брали женщин учиться. И поэтому я все сдавала экстерном. Я попала в такой момент, когда женщину уже игнорировали в метро. Считается, что это трудная профессия, тяжелая профессия для женщин. Вредная для женского организма профессия. Метро должно работать как часы. Здесь невозможно заминки, опоздание. Поезда подаются даже не по минутам, по секундам. И здесь не играет роли кто ты, женщина или мужчина. Ну а какая здесь может быть женская паника? Это же, в принципе, ты машинист, а не женщина, как у нас заговорили некоторые. У нас нет машинистов-помощников, у нас уже, вернее, нет мужчин и женщин, у нас есть помощники-машинисты. Здесь же уже скидки не будет, если ты простоял лишнее время. Независимо от того, ты женщина или мужчина. Наталья уверена до сих пор, те, кто запретил женщинам работать в метро машинистами, неправы. Это просто мужские амбиции. Женщины не хуже мужчин справляются с этими обязанностями. Женщины просто другие. Ну я так понимаю, что, тем не менее, наверное, вот эти пункты о запрете тех или иных профессий возникают на основании опасности для здоровья. А есть ли опасности для здоровья в вашей профессии? Вот в том, что вы много находитесь в небе, перепадит, так сказать, давление и прочее, прочее. Ну, получается, эта опасность, она в равной степени для всех, кто находится на борту и часто летает, получается. Это и график очень сложный, который, как правило, тяжело переносится. Сегодня ночь, завтра день и так далее. То есть сломаны биоритмы. А вы сами за себя не боитесь, не думаете, ну чего же я, конечно, небо я люблю, но мне же жить и жить. Я же мама, в конце концов. У меня дочка, у меня ответственность. А я вот так. Ну, собственно говоря, я выбрала меньшее количество часов для себя в месяц, да, специально, хотя есть некий прогрыш в зарплате, но, тем не менее, я чаще бываю дома. Сколько лет вашей дочке? Семь лет. Боже мой! А сколько вы уже летаете? Получается, что в гражданской авиации порядка восьми лет. Ну, за минусом декретного отпуска, ну, так же, наверное, шесть-семь. То есть вот сколько дочке лет, столько вы себе и летаете, и летаете. И не скучает ли дочка, не говорит, мама, опять улетаешь? Ну, опять же, мой выбор был, опять же, среднемагистральный самолет, на котором я сейчас работаю. То есть улетать не на длительное время, да? То есть, грубо говоря, утром ушел, вечером пришел. Это идеальный вариант. Это вообще прекрасно. Это как на работу сходил просто. Ну, и раза два-три в месяц какие-то командировки на сутки получаются. То есть практически каждый день мы видимся. Ваш супруг тоже занимался, собственно говоря? Тоже летал, тоже пилот? Коллега, да. Коллега ваш был, да. А как вы считаете, вот ваше повышение, ваш рост карьерный, и то, что вы достигли, собственно говоря, этих высот, стали командиром парабля, повлияло на то, что, так сказать, как-то брак не устоял или нет? Нет, нет, совершенно. Не взаимосвязные вещи? Нет, ну мы поженились уже, я работала в авиакомпании, то есть, собственно говоря, со стороны бывшего мужа не было никаких претензий на эту тему. Исходство характеров, это основная наша причина, да? Для разводов? Можно, да, я тоже сюда. С вами когда-нибудь знакомились мужчины, так сказать, не знаю, где-нибудь на курорте? Легко ли вы признаетесь, что вы командир корабля? В общем-то, давно уже, конечно, я не отдыхала на курорте, с тех пор, как работаю командиром корабля, вот, но, вы знаете, это всегда интерес, то есть, это обеспечено, и потом уже в процессе диалога уже там, ну, собственно говоря, есть о чем поговорить. Ну, на самом деле, если говорить о том, чтобы вам строить какие-то дальнейшие отношения, то, в общем-то, вам нужен равный партнер. А коль вы командир, значит, вам нужен, как минимум, такой же командир или человек, находящийся на руководящей должности? Главное, это человек. Честно говоря, я не ставлю для себя таких вот прям барьеров каких-то. Как вы думаете, вот мы всю сегодняшнюю передачу пытаемся выяснить, почему вот есть женщины, которые занимаются такими профессиями, которые вызывают такое чувство, что это не женское дело, не стоило бы в это ходить. Что влечет? Это любовь к своему делу прежде всего. И она уже стирает, конечно, любые трудности. И не накладывает профессия мужская, так называемая, никакого отпечатка на характер? Я думаю, что дает положительные моменты. Какая-то решительность, ответственность, да? Собственно говоря, это все потом может и в жизни пригодиться, мне кажется. Маш, спасибо большое. Спасибо большое всем нашим сегодняшним героиням. В нашей программе у нас принято дарить подарки. И мы придумали, что это будет, вы знаете, одинаковый подарок для вас всех. Нам хотелось сделать очень женский подарок. Это духи. И несмотря на то, что они абсолютно одинаковые, это такие духи, они принимают оттенок вашей кожи и становятся исключительно, эксклюзивно вашими. Больше ни у кого не будет такого запаха. Вы выбрали достаточно эксклюзивные профессии. Вы смелы в этом направлении. И нам кажется, что вы достойны именно такого эксклюзивного своего запаха. Спасибо, Илья. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Ждите новых героев. Любовь – это все-таки атомная бомба. Вот эта критическая масса и этот взрыв может состояться только при соединении двух каких-то там половинок. Только тогда, когда есть эта критическая масса, может произойти взрыв. Олег Митяев. Я живу как все нормальные люди. Я же не могу сказать, что я слушаю кино, я смотрю кино, да, может быть, там через очки. А уж как я там вижу, в принципе, ну, по-своему как-то. Где-то я догадываюсь в паузах, что там происходит. Я знаю, что такое неверность человеческая. Я знаю, как она выдается за верность. Я знаю все актерское лукавство. И мне это все не годится. Ефим Шифрин Все хорошо.